Доброе! Всем время суток. Меня зовут Виктор и я вас приветствую на 171 видео выпуске, которое называется на доске. Сегодняшняя тема посвящается фишкам внутренней оптимизации под локальный поиск. Конкретно я буду говорить про англоязычный сегмент, то есть это подходит в большинстве случаев для Америки, то есть для США, для Канады, для UK, для Австралии и для других локальных ниш. В принципе можно это применять и для русского и украинского сегмента, но больше акцент я буду делать именно на англоязычный сегмент, поскольку мы активно практикуем в этом направлении, есть чем поделиться. Собственно, вначале я поделюсь фишками, которые в принципе must have на любом сайте, то есть это то, что необходимо внедрять. То есть я это разделил на Google Places и нюансы, которые нужно применять на самом сайте. Собственно, Google Places. Перед тем, как вам что-либо делать, нужно найти физический адрес. То есть если вы планируете создавать сайт и так дальше, то есть есть крупные компании, которые этим занимаются, например там Regus, они требуют большой бюджет за, грубо говоря, физический виртуальный адрес. Но если посмотреть, то есть если вам нужен именно адрес там, я не знаю, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, то стоит просто погуглить. Есть куча сервисов, с помощью которых вы можете это сделать, то есть приобрести. То есть для Google Places вам нужно, ну по сути, минимум месяц использовать этот адрес. В целом, если вы серьезно настроены, желательно, чтобы он у вас присутствовал постоянно, чтобы на него могла приходить какая-то корреспонденция. Собственно, регистрация в Google Places. Для того, чтобы зарегистрироваться, нам необходим адрес. Соответственно, на адрес приходит код. Код мы подтверждаем в Google Places, то есть в кабинете Google. Ну и, собственно, после этого мы переходим к оптимизации профайла. Я сейчас возьму маркер. Собственно, физический, регистрация профайла. Дальше оптимизация профайла. То есть важно обратить внимание на то, что в оптимизации профайла, помимо там добавления информации о том, что вы делаете, и фотографии, и контактных данных, важно выбрать нужную рубрику. Ну, например, если вы занимаетесь арендой автомобилей, то лучше выбрать аренду автомобилей, а не проката, то есть а не продажу автомобилей. Поскольку очень часто это случается из того, что мы анализировали, и это может, в принципе, повлиять потом на топы по вашей тематике. Собственно, ссылка на профиль в Google Places. Мы ее ставим обязательно на сайте, обязательно в нужном видном месте и желательно со всех страниц сайта. Это, в целом, помогает продвигать основной профиль компании в поиске именно в Google Places. То есть это органическая выдача, но она идет не на ваш сайт, она идет на профиль компании, в котором есть контактные данные, с помощью которых с вами могут связаться. Либо посмотреть время работы, прийти к вам в офис и так далее. То есть отзывы. Я сюда добавил отзывы, ну, там, не знаю, другим цветом, поскольку отзывы это само собой разумеющееся. Чем больше отзывов от ваших клиентов в Google Places, то есть это в целом лучше. Если вы будете накручивать отзывы, важно это не делать там сразу 10-15, по чуть-чуть, аккуратненько, и это тоже влияет. Ну, собственно, переходим дальше. На сайте. То есть на сайте важно всегда поставить карту проезда, то есть желательно, ну, то есть те же контакты, то есть как к вам можно добраться. То есть это тоже обычно используется форма Google Maps. Можно ставить на главный, можно ставить в разделе контакты, можно оставить сквозную. Мы в основном ставим сквозную. Не знаю, по некоторым наблюдениям видно, что это лучше работает. Собственно, ставим карту проезда, да. Дальше нам в метаданных, то есть, грубо говоря, основные метаданные это title description. В статье ниже можно получить там ссылочку на структурированные данные. Собственно, мы указываем улицу и район. То есть все зависимости от вашей локальной ниши, но желательно указать улицу, район и в некоторых случаях даже город. То есть в метаданных по всех ваших страницах, там о компании, страница услуг, под страница услуг, там еще какая-то страница, неважно. То есть это поможет в целом лучше аранжироваться. Дополнительные страницы под улицы районы. Ну, например, из наших наблюдений, допустим, вы оказываете услуги на одной улице, да, там в каком-то районе. И, соответственно, Google показывает вас в топе. В основном, если человек, который ресерчит, локально находится в этом районе. Если вы сделаете дополнительные страницы на районы, либо улицы, которые рядом, там, грубо говоря, 15, 20, 25 километров, то это, в принципе, поможет подтянуть основную страничку. И, в принципе, можно даже еще получить топы по другим улицам. То есть Google это учитывает. Полный блок данных о компании. Что это означает? То есть вот вначале, для того, чтобы физический адрес, я немножко не упомянул, нужно имя, адрес, телефон и zip code. Собственно, в полном блоке данных важно указывать там название компании, полный адрес, телефон, город, штат, ну, и можно даже указать регион страны. Важно указывать полный блок, поскольку это, ну, то есть из наших наблюдений, если этого не делать, как бы ситуация в целом хуже. Так. Ну, понятное дело, я тоже синим здесь выделил, другим цветом. Такие нюансы, как семантика. Понятно, что семантика основная, семантика плюс приставка улица, регион, район, уникальный структурированный текст, то есть структурированный. Ну и, соответственно, уникальные фото тоже помогут. Это как бы само-самое разумеющееся. И последний нюанс это mobile-friendly, поскольку, ну, если зайти в аналитику и смотреть, примерно 50% людей заходят на все эти сайты с мобильных устройств. Как следствие, важно сделать и протестить, и посмотреть, как оно будет выглядеть, и будет ли оно в тему выглядеть, поскольку можно сделать сайт mobile-friendly, но когда человек смотрит по нему, он не может найти нужные данные. Ну, например, там телефон или там ваше УТП или там USP на английском, Unique Sales Proposal вынести там в топ. То есть телефон, контактные данные, карты проезда и что вы вообще оказываете, почему вы. То есть важно сделать мобильную версию. Собственно, это основные фишки, то есть применив которые, можно, в принципе, получить топ даже без каких-то усилий, там, локальных цитирований, получения ссылочек и так далее. То есть из наших экспериментов, то есть что можно сделать? Грубо говоря, мы сейчас говорим на, говорили про внешнюю оптимизацию, но, по сути, к этому всему добавить еще ссылочек, упоминаний там в директориях и сайт медленно, уверенно лезет в топ. А в некоторых случаях очень быстро. То есть по некоторым тематикам можно топ делать, там, я не знаю, за сутки, за неделю, за две недели, за месяц. Все зависит от ниши. Понятно, если это там юристы, разные доктора, то это будет сложнее. Но если там простенькие тематики, там, небольшие, то топы получаются довольно-таки быстро. Да, и совсем забыл, наверное, самое главное, а может и не совсем главное. То есть применив эти фишки, можно получить результат, но самое главное еще перед тем, как это все делать, посмотреть нишу, посмотреть кто, что и как делает, собрать эти фишки в кучу и посмотреть, чего вам не хватает и с чем бы вы могли бы запустить свой сайт, чтобы он был лучше ваших конкурентов. То есть базовый сайт там с наполнением услуг, который будет выглядеть стандартно, может, в принципе, сделать каждый. Но, возможно, можно сделать какую-то там, я не знаю, форму, можно какой-то калькулятор, можно еще что-то там применить. Оно будет несложное в реализации, но по факту будет выделять вас среди конкурентов. Это тоже влияет, в принципе, на продвижение, то есть на то, как на вас будет ссылаться и в целом может помочь двигаться лучше в локальной органике, как в гоуплейсах, так и на сайте. В целом это все, чем я хотел сегодня поделиться с вами. Подписывайтесь на наши новые видео-выпуски на доске. Смотрите статью детальную ниже видео. Задавайте комментарии, если вам что-то непонятно. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова